Церковь учит смирению Но разве смиренный человек может выжить в современном мире? Вообще, тема смирения действительно является центральной и ключевой в учении Церкви о спасении. Другой вопрос, что часто мы не понимаем, о чем идет речь, когда произносим это слово «смирение». Во-первых, попробуем разобраться, действительно ли Церковь говорит о том, что нам необходимо быть смиренным. И здесь мы видим, что и в Ветхом Завете, и в Новом эта тема является необыкновенно важной. Так, например, в книге «Притчи Соломоновых» мы можем прочитать, что «Бог смиренным дает благодать». Это третья глава книги «Притчи», 34 стих. И эта мысль повторяется о том, что Бог смиренным дает благодать, ни много ни мало сразу двумя апостолами. Она повторяется апостолом Иаковом в своем послании «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». И она повторяется апостолом Петром, который тоже самое говорит, не слышали вы, что написано «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Мы видим, что в разных книгах Священного Писания, как Ветхого, так и Нового Завета, эта мысль проходит в общем в одной формулировке, что «благодать Бог дает смиренным, а гордым он противится». Многие из нас слышали историю первого монаха Антония Великого, который увидел сети дьявольские, распростертые над всем миром. И ужаснувшись этим сетям, он спросил «Господи, кто избегнет этих сетей?» На что был дан ему ответ «Смиренные избегнуты этих сетей». Таким образом, и в святоотеческом, и в монашеском учении мы видим повторение этой же мысли, что, по сути дела, смирение — это главный, магистральный, если вообще не единственный способ для христианина избежать в этой жизни сети дьявола и получить благодать от Господа. Но еще раз хочу сказать, что здесь очень важно и необходимо разобраться с тем, что такое смирение. В русском современном языке для современного уха слово «смирение» очень близко соотносится со словом «смиренный» значит «смирный». Значит, тот, кто сидит тихо, тот, кто не дергается, тот, кто не высовывается, тот, кто всегда всем и во всем уступает, тот, кто не имеет своего голоса и никогда не настаивает на своем. Примерно вот таким образом воспринимает смирение, я думаю, автор вопроса, который говорит, как же смиренному выжить в современном мире. На самом деле это совершенно не так. Знаменитый 50-й псалом, в котором мы слышим слова царя Давида «сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит», вряд ли мы можем отнести вот такое представление о смирении как к царю Давиду, так и к его сыну, царю Соломону, который изрек те самые притчи, с которых мы сегодня начали разговор. Царь Давид был великим воином, который, собственно, и построил древнее Израильское царство. Поэтому, видимо, речь идет о чем-то другом. Смотрите, давайте еще раз послушаем. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Кто такой гордый человек? Гордость противопоставляется смирению. Гордый человек — это человек, который рассчитывает на самого себя. Сам себя считает центром мира, полагает свое мнение единственно возможным и правильным. Считает, что ему по плечу и по силам решить все вопросы этого мира, не мытьем, так катанием, не стесняется в средствах достижения своих целей. То есть человек, которого бы мы современным языком назвали бы эгоцентричный. Человек, который считает себя центром Вселенной, свое мнение крайним мнением, вокруг которого вращается все остальное. При этом этот человек может быть трусливым, слабым, подлым. Он может не высовываться. Он может не открывать рот, не высказывать свое мнение. При этом он не будет смиренным. Человек же, который занимает активную позицию в этой жизни, ставит перед собой цели, пытается понять волю Божию и вплоть до каких-то серьезных влияний на судьбы целых народов, как, например, это происходило в истории, в священной истории с царем Давидом или царем Соломоном и многими другими великими и святыми, святителями, князьями, царями. Мы видим, что совсем не об этом идет речь. Не о том, чтобы не высовываться. Смиренный человек в центр своего мира ставит Бога. Для такого человека крайним решителем судеб этого мира является Господь Бог. А сам человек является лишь его служителем, а про себя думает смиренно. Он не считает себя чем-то особенным, чем-то выдающимся, чем-то исключительным. Не переживает по поводу того, что у него что-то не получается. Не является, условно говоря, перфекционистом в этом мире. То есть смиряется с тем, что у него не все получается, но это не является для него поводом для уныния, для того, чтобы опустить руки, а лишь для того, чтобы снова встать и снова попытаться, может быть, по-другому, с Божьей помощью решить те задачи, которые перед этим человеком стоят. Смиренный человек может быть могучим воином, который с Божьей помощью изменяет, как я уже сказал, судьбы целых народов. Поэтому в современном мире как раз трудно выжить человеку, который рассчитывает на себя. Еще, конечно, не авторитет для православного человека, Владимир Владимирович Маяковский написал «Трудно человеку, когда он один. Горе одному, один не воин. Каждый дюжий ему господин, и даже слабые, если двое». Вот гордый человек ставит себя в это положение. Он, по сути дела, один. А смиренный человек никогда не постесняется и не сочтет ниже своего достоинства обратиться за помощью и к людям, и к Богу. Вокруг смиренного человека легко собираются команды, коллективы. Смиренный человек, не приписывающий Божьих заслуг себе, способен повести за собой, потому что люди понимают, что они не за человеком идут, они готовы пойти за Богом, которого ведет этот человек. Смиренный человек по-настоящему харизматичен, если Бог дает ему эту благодать. Поэтому в современном мире, как я уже сказал, именно смиренные люди, кроткие люди, о которых сказано в заповеди блаженства, блаженные кроцы, якоти и наследят землю, оказываются теми людьми, перед которыми лежит этот мир как задача, как то место, которое они с Божьей помощью живут своей жизнью.